Что вы скажете, если я вам скажу, что российский фондовый рынок самый крепкий, самый устойчивый рынок в мире? Наверное, засмеетесь. Ну, не спешите смеяться, давайте посмотрим вместе, что можно сказать о российском фондовом рынке и согласитесь вы со мной или нет в моих выводах. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Странную картину наблюдаю я в последнее время. Посмотрите, что происходит с индексом S&P 500. Посмотрите, он падает, он упал очень сильно, потом попытался приподняться, еще упал, еще упал, еще упал, еще упал. Почему? Потому что, ну, там, Пауэлл заявляет, что, в общем-то, инфляция в США высокая, скорее всего, придется ускоренными темпами сворачивать программу КУЕ, более ускоренными, чем ожидалось, что приведет к изъятию денег, ну, то есть, меньшим вливанием денег на фондовый рынок США, и поэтому фондовый рынок перестает без подпитки, он начинает падать. То есть, фондовый рынок США падает. Что у нас с нефтью происходит? Туда же! Нефть падает, друзья мои. Нефть падает уже который день, но с нефтью немножечко ситуация другая. Буквально завтра будет заседание ОПЕК+, и, возможно, сказать, нефть там, ну, как бы, есть вероятность того, что нефть перестанет падать, ну, или будет падать еще дальше. Хотя она упала уже, в общем, сказать, до 68, это очень-очень много. И что мы смотрим на российский рынок? Ну, он упал, конечно, но сейчас растет. Вы верите, что он будет дальше расти? Нет? Вот и я тоже не верю. Я очень даже жду просадки фондового рынка буквально завтра до 163 тысяч, а может быть и ниже, вплоть до 158, а может еще ниже. Посмотрите еще раз, вот она, картина. Вот S&P 500 поднялся и упал. И что? Что происходит обычно с российским фондовым рынком? Ну, вообще говоря, он обычно идет в том же направлении, в котором идет S&P 500, но с гораздо большей амплитудой. Если S&P растет, российский рынок растет, ну, побольше, чем S&P 500. И наоборот, если S&P 500 падает, то российский рынок падает с двойной скоростью. Поэтому, друзья мои, я жду, честно говоря, падения на российском фондовом рынке. Вот, посмотрите, что я сделал с индексом РТС. Вот у меня сейчас такая стратегия на опционах построена. Видите, вот эта вот линия, вот такая вот волной идет в левый верхний угол. Что это значит? А это значит, что чем ниже упадет индекс РТС, тем больше у меня будут денег. То есть, у меня дельта, посмотрите, минус 2.25. Вот такая у меня ситуация. Посмотрим, что будет. Ну, сейчас она уже 1534, денег 35 тысяч. И вот здесь вот, вот здесь вот у меня было денег в районе 40 тысяч, но он подрос. И так, ну да, где-то здесь в районе 40 тысяч рублей было денег. Он подрос, денег у меня стало снова 35 тысяч. И сейчас он снова падает. Значит, вот уже денег, ну, больше 36 тысяч в данный момент. И я жду, что он упадет. Ну, вот они, вот это 5-минутный график. Сейчас смотрим 4-часовой график. Так, это получасовой. Ну, здесь явно видно, что до 165 500 он упадет. Давайте H4 поставим. Вот он, вот 158. Почему бы ему не упасть в этом диапазоне до 158? Давайте посмотрим, что будет с моими деньгами, если он упадет до 158. Вот примерно здесь плюс 60 тысяч. То есть сейчас денег 35 тысяч. Если он упадет вот буквально сегодня до 158, то прибавится 50 с лишним тысяч. Вот такие доходности возможны на опционах. И я жду, в общем, с нетерпением вот этого падения, потому что, ну, я буду просто счастлив. Вот такая стратегия. Посмотрите, у меня куплено опционов ПУД 15 штук. И вот здесь вот были куплены опционы ПУД. Вернее, были проданы опционы ПУД. Я их выкупил, потому что, ну, индекс РТС поднялся. Я их выкупил, зафиксировал прибыль здесь. Зафиксировал прибыль по опционам ПУД вот этим. Это какие у меня? 160 опционы ПУД. Здесь 15 штук опционов ПУД 157 500. И у меня, вот если я исключу опционы ПУД вот так, вы увидите, что у меня построен по опционам колл, медвежий колл спред. Посмотрите, вот он в чистом виде. Вот. Ну, он небольшой. Здесь сумма всего 3890. Но я считаю, что по-любому выше чем 172 500 не вырастет. И поэтому вот эти 4000 я получу, если индекс не вырастет выше чем 172 по этому колл спреду. А по ПУДам, соответственно, у меня все будет чики-брики, если пойдет индекс РТС вниз. И если он останется в диапазоне 172 500, то у меня текущая позиция даст, ну, практически 0. Минус 4000 рублей. Вот такая вот штука. То есть я рискую 4000 рублей, если индекс РТС не поднимется выше чем 172 500. И если он опустится, то чем ниже он опустится, тем с ускорением я получаю прибыль. Вот такая штука опционная стратегия. И я вот скинул ее прямо в чат по опционам сейчас. Ну, будем наблюдать, будем смотреть пока еще. Ну, вы видите, что только что было 900, сейчас 1500. То есть у меня минус 229 дельта. То есть у меня продано фактически 2 индекса РТС. Ну, заряжено хорошо так. Будем наблюдать, что будет дальше. Оставайтесь на моем канале, смотрите, напишите, что вы думаете по поводу российского фондового рынка. Согласны ли вы, что он упадет или нет. До встречи, с вами был Демитр Кур Юрий.